После 20-го съезда Радио Витриево лозунги 1 мая. Я записал эти лозунги и решил сделать свистовку с этими лозунгами. А как они звучали? Ну, первый лозунг – долой к увеличенности Сталина и не только Сталина, а и любого вождя. И там дальше шли антисталинские лозунги. Долой сталинские профсоюзы, требуем профсоюзов, действительно защищающих, интересах, трудящихся. Долой выборы по сталинскому способу, требуем свободных выборов. В общем, я записал эти лозунги на кусочки бумаги 6 на 9. Потом сделал негатив с этой бумаги рефлексной печатью. С этого негатива стал печатать уже. То есть такая печать у вас получилась? Ну, нет, с помощью бумаги рефлексной я сделал негатив. А с этого негатива печатал позитив. Ну, вот, часть листовок до вас пристанет своим поверникам, а часть листовок до вас пристанет по почтовым ящикам. Просто в случайных домах? Да, ну, там на Невскому. В основном на Невскому. И не развешивали негатив? Нет, только по почтовым ящикам. И много ли у вас получилось? Ну, около сотни его листовок. А потом, уже осенью, когда произошли события в Венгрии, я изготовил уже в большом формате листовки. 13-18, но тоже фотографическим способом. Писал текст печатными буквами, потом делал негатив с помощью рефлексного бумаги, потом с этого негатива печатал. А что там вы написали? Две партии были. Ну, первая листовка была о победе немецкого народа. Но я эту листовку не распространял, потому что 4-го года знали, что были в Венетанке. И тогда я к 7-го ноября сделал листовку, уже касающуюся в основном. 7-го ноября так и начиналось. 7-го ноября исполняется 39 лет. Ну, смысл, что коммунисты захватили власть. Дальше говорилось, что к своему белью они преподнесли себе достойный подарок. Значит, залитое кровью в Венгрии лежит у них, у их ног. Они и дальше будут лить кровь народов. Ну, там, перечлядно. Легерского, польского и других народов. Они и дальше будут обманывать народов. Ну, и дальше говорилось, что, значит, был призыв выходить в эту эминистрацию с лозунгами, которые, в общем, звучат в прессе. Ну, которые, значит, по сути, будут осуждать, значит, интервенцию в Венгрию. Но вы верили, что кто-то действительно может уйти на улицу? У нас не верил. А вот дальше я уже распространял листовку непосредственно касающуюся событий в Венгрии. Она была на двух листах формата 13х18 и распространялась в основном районе улиц Моховой, Солянова переулок, Чайковска. Вы там жили где-то? Нет. Там жили мои знакомые, и я хотел, чтобы… Что для вас были эти листовки? Почему вы решили делать именно листовки? Как вы себе ставили задачу? Что это? Какой-то толчок? Ну, я понимал, что в Польше были революционные события, в Венгрии тоже революционные события. Ну, я стремился к тому, чтобы у нас в этом направлении что-то продвигалось, тем более после 20-го съезда, после того, как народ узнал правду. Спасибо.